От пациента. С марта месяца боли в горле, заложенной с носа отек лица. На текущий момент диагноз нейробластома верхней челюстной пазухи с левой стороны. Инсультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1954 года рождения. Дата исследования 8 июня 2020 года. Зона исследования. Придаточные пазухи носа. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях по строениям трехмерной реконструкции визуализируется пневмотизация правой лобной пазухи, основной пазухи, правой половины решетчатого лабиринта, правой гарморовой пазухи и правой половины носовых ходов сохранена. Патологические включения в них не выявлены. Левая гайморовая пазуха заполнена мягкотканным образованием. Нативной плотности плюс 30 по хаусфилду, артериальной до плюс 70 хаусфилда и венозной до плюс 56-70 по хаусфилду. Образование копит контраст неоднородно, преимущественно по периферии. Определяется деструкция медиальной стенки гайморовой пазухи. Опухоль проникает в левые носовые ходы и левую половину решетчатого лабиринта и в устье левой половины лобной пазухи. Также разрушена нижняя и латеральная стенка гайморовой пазухи. Опухоль инвазирует прилежащие мягкие ткани. Аксиальный размер образования 78,50 мм, вертикальный до 60 мм. Образование доходит до левого височно-нижнечелюстного сустава и левой половины мягкого нёба. Целостность стенок левой глазницы сохранена. В головном мозге и лёгких в зоне сканирования данных за секундарное поражение не получено. Заключение. КТ-картина образования левой гайморовой пазухи с признаками инвазивного роста. Рекомендована консультация онколога. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В левой гайморовой пазухе у вас большая опухоль с средним диаметром до 7 см. Для обыски головы это очень много. Опухоль растёт, разрушая стенки гайморовой пазухи, прорастая левую половину носа. От этого у вас чувство заложенности, отёка лица. Также опухоль растёт и вниз. Вы можете чувствовать неудобство в области рта. С этим нужно обратиться к онкологу. Сейчас такие образования лечат химиотерапией. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok